Мусор стал оружием в конкурентной борьбе двух коммунальных организаций. В этом уверены жители дома в Хабаровске, которым отходы во двор подбрасывают грузовиками. Технологии на выборах коммунальной организации. В репортаже Ирина Забродиной. Жители дома номер 11 по улице Бойкова-Павлова сняли на мобильный телефон вот это видео. Белый грузовик, груженный мусором, подъезжает к их дому и прямо под окна вываливает весь мусор. Кто и зачем это делает, долго выяснять не пришлось. Неизвестный грузовик привозит мусор второй раз. Теперь жильцы устроили засаду и запечатлели машину в разных ракурсах. Женщина в красной куртке рядом с грузовиком оказалась им знакома. Это Селина Ольга, главный инженер подрядной организации, управляющей компанией Кировская. То есть все, что происходит, происходит, как мы понимаем, с ее участием. Второй год у нас идет война с этим УК Кировским, с УК Северным. Война с управляющей компанией началась, когда жильцы дома решили отказаться от ее услуг. Провели собрание и сменили Кировскую на профи-сервис. А после в жилищной инспекции получили другие протоколы с голосами жильцов за прежнюю, Кировскую. Жильцы через суд доказали, что это подделка и опять выбрали профи-сервис. Однако сценарий повторялся снова и снова. Теперь вот мусор под окнами. Ну что за бред? Первый раз об этом слышу. Зачем мы ее подрядной организации загружать на мусор? Вы не верите, что это было? У меня началось с того, что вообще техники на багажнице нет. Но Селина, это ваш сотрудник? Да. Данный дом у нас на обслуживании с 1 октября. Я так думаю, что в отместку не хотят отдавать просто. Компания профи-сервис в ответ на мусорную атаку написали заявление в полицию и прокуратуру. Если за свалку мусора можно наказать водителя грузовика, то с подделками подписей сложнее. Пытаемся решить данный вопрос, чтобы были привлечены все-таки те лица, которые к этому причастны, в этом замешаны, к ответственности. Чтобы это было, наверное, показательным уроком, может быть, для всех остальных. Я не говорю только про северный округ. Не нужно подделывать протокол общего собрания, относиться к этому как к официальному документу и делать все по уму и по закону. Общественники подготовили обращение в Государственную думу, чтобы депутаты устранили пробелы в законодательстве, которые втягивают жильцов в бесконечные коммунальные войны. Ирина Забродина, Павел Легалин, Телеканал Губерния.